Однажды, когда пик популярности Чарли Чаплина достиг апогея, было решено провести конкурс его двойников. Чарли Чаплин ради хохмы тоже решил принять в нем участие и, внимание, занял третье место. С вами профессор Гуглов. И прежде чем мы начнем, я прямо сейчас попрошу вас перейти по ссылочке в описании. Это ссылка на мой второй канал, который называется Ренат Гуглов. На нем я рассказываю тоже много всего интересного. Ну что я вам здесь рассказываю? Сами переходите и убедитесь. А теперь мы точно начинаем. Поехали! А помните, в прошлом видео я объявил маленький конкурс? Так вот, самым внимательным был вот этот подписчик. Я поздравляю тебя! Именно он самым первым и нашел три эти лампочки. Друзья, а кто из вас умеет играть на гитаре? А кто бы хотел научиться играть? Если у тебя есть такое желание, то переходи по ссылке в описании, и ты научишься играть свою первую мелодию всего за один день. На канале Гитара это просто очень интересные и быстрые уроки игры на гитаре. И не просто уроки, а обучение всяким фишкам на гитаре. В общем, что я тут рассказываю, сам переходи и посмотри. Ссылка в описании. Вы не поверите, на что способны эти машины. Транспортное средство КАМАК. Шлак – побочный продукт от производства металла. Широко используется для изготовления строительных материалов, таких как кирпичи и плитки, и в качестве добавки к цементу. Для извлечения еще горячего шлака используются специальные контейнеры из твердых материалов, устойчивые к высоким температурам. Ведь температура раскаленного шлака может достигать 1300 градусов по Цельсию. Транспортное средство КАМАК с высокопрочными корпусами доставляет контейнеры с горячим металлом до места назначения и автоматически опрокидывает их в точке разгрузки. Примечательно, что для этого оператору не требуется покидать кабину, что обеспечивает безопасность при работе при чрезвычайно высоких температурах. БЛГ-60 Бронированный мостоукладчик БЛГ-60 является совместной разработкой бывшей Восточной Германии и Польши. В развернутом положении мост имеет общую длину 21,6 метра, ширину 3,2 метра и высоту 0,8 метра. Он может перекрывать максимальный просвет 20 метров и имеет максимальную грузоподъемность 50 тысяч килограмм. Основные внешние различия между БЛГ-60 и его предшественником МТ-55А состоят в том, что поверхность моста БЛГ-60 гладкая и покрыта пластиком. МТ-55А имеет узорчатую поверхность. На концах моста балки закрыты, на МТ-55А они открыты, а колеса шкивов сплошные. Также БЛГ-60 имеет систему коллективной защиты и ОПВТ, оборудование подводного вождения танка. Леопард 2 Легуан Как и предыдущая машина, Леопард 2 Легуан предназначен для быстрой установки мостов в военной обстановке, для лучшего прохождения тяжелого оборудования. Отличительной особенностью этого танка является модернизированная система наведения. Эта версия модели способна развернуть два отдельных моста длиной 14 метров. Каждый мост переносится друг на друга на крыше корпуса. В основе его лежит танк Леопард 2. Экипаж Леопард 2 Легуан состоит из водителей командира или оператора. Сидение водителя расположено в передней правой части корпуса и не отличается от сидения водителя обычного Леопарда 2. Командир сидит слева от водителя на передней стреле в отдельном люке. Танк оснащен небольшим бульдозерным лезвием, установленным в передней части корпуса. Оно используется для подготовки участка для моста, устранения препятствий и стабилизации машины во время процесса строительства моста. Дополнительное оборудование танка также включает в себя контейнеры и корзины для хранения, находящиеся вокруг башни и в задней части корпуса. Комета МТХ-30 Это необычная машина, похожая на буксировочную платформу, фактически является портальным транспортером. Он используется для перевозки длинных грузов общей грузоподъемностью 30 тонн. Его электронная система рулевого управления обеспечивает уникальную маневренность. Благодаря этому Комета МТХ-30 может использоваться в металлургии, судостроении, лесной промышленности и многих других отраслях промышленности. Общая длина транспортера составляет 6,8 метра, а вес 23,5 тонны. Несмотря на это, скорость Комета МТХ-30 без груза может достигать 15 км в час и до 10 км в час с максимальной нагрузкой. КамАЦУ Д-155W Бульдозер КамАЦУ Д-155W не похож на многочисленные модели землеройных машин, способные работать на мелководье. Это скорее подводная лодка с ковшом. КамАЦУ может работать даже будучи полностью погруженным в воду. Над поверхностью воды торчит только выхлопная труба. КамАЦУ Д-155W управляется с помощью дистанционного пульта. Он может эксплуатироваться на глубине до 7 метров благодаря водонепроницаемому корпусу, в том числе абсолютно герметичному двигателю. Один из примеров использования такой уникальной машины восстановление гавани в префектуре Ивате, Япония, поврежденной землетрясением в 2011 году. Л-60 Локстекер Номинальная грузоподъемность этого погрузчика превышает 27 тонн, что отвечает его от аналогичных автомобилей на рынке. В то же время эта машина может достигать скорости до 35 км в час. Благодаря двигателю мощностью 430 лошадиных сил с уменьшенным в два раза расходом топлива и увеличенным в два раза сроком службы, Л-60 обеспечивает максимальную эффективность и надежность на этих этапах эксплуатации. Увеличенная высота крыши кузова гарантирует максимальную видимость, а ее внутреннее расположение обеспечивает комфорт даже в плохих погодных условиях. Сервисные отсеки, доступные на уровне земли, упрощают повседневное обслуживание и позволяют использовать машину одному оператору. Кэт 973 Гусеничный погрузчик Кэт 973 является единственным гусеничным погрузчиком в своем размерном классе. Погрузчик обеспечивает комфорт оператора и высокую производительность. Машина проектировалась с учетом обеспечения высокой эффективности работы и в связи с этим погрузчик может использоваться для различных работ в тяжелых условиях без снижения продуктивности. Погрузчик обладает прочной и надежной конструкцией, отличной управляемостью и простотой в эксплуатации. А кроме того, благодаря своим характеристикам Кэт 973 может использоваться даже при экстремальных температурах, например, в металлургическом производстве, во время сброса шлака и других работ. Синебоган 870 Это транспортное средство в зависимости от области применения может быть оснащено как гусеничной цепью, так и стандартными колесами. Если необходимо поднять большой вес или работы проводятся в одном месте, оно устанавливается на устойчивую фиксированную платформу. Очень часто Синебоган 870 используют для перевалки кусков лома, а также на сталелитейных заводах. Друзья, ну на этом все. Какая из этих машин поразила вас больше всего? Как всегда, напишите об этом в комментариях под видео, я их все читаю. Но если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк. Друзья, ну а теперь небольшой конкурс. В этом видео я спрятал три лампочки. Если вы их найдете и напишите время в комментариях, ну когда они появляются, естественно, то я упомяну ваше имя в следующем видео. Ты настоящий друг, а не поросячий хвостик, потому что ты досмотрел это видео до конца. Также не забывай подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного интересного моего видео. И прямо сейчас я тебя попрошу еще подписаться на мой второй канал, который называется Ренат Гуглов. На нем ты тоже найдешь много всего интересного. А самое главное, я там рассказываю о том, что сейчас будоражит весь интернет. В общем, подписывайся и сам все увидишь. Следующее видео уже завтра. Не забывай. Пока.